В канун Международного дня музея в одесские художники пополнили экспозицию Одесской художественной галереи на Софиевской. Свои работы подарили ведущие живописцы и скульпторы Сергей Савченко, Игорь Марковский, Юрий Зильберберг и Андрей Ахтырский. Мастера передали свои работы безвозмездно, хотя еще 25 лет назад все было по-другому, отмечает Николай Конюхов. Одесский художественный музей кропотливо хранит работы одесских художников разных периодов. Например, одесским нон-конформистам, самобытному творческому течению, признанному на мировом уровне, отведен отдельный зал, где чувственная живопись для контраста соседствует с классикой соцреализма, догмой своего времени. До конца 80-х, вспоминают в музее, художникам хорошо платили за полотна, потом порядки изменились. Начиная с 1989 года перестала функционировать комиссия, которая обычно функционировала, работала при областном управлении культуры, когда выделялись определенные средства, и музей имел возможность отслеживать произведения наиболее известных, талантливых, и молодых, и художников старшего поколения, отбирать лучшее, а затем закупать. Для нас это принципиально важно, потому что тогда музейщики, и не только нашего музея, но и других музеев Украины, имели возможность отбирая, в том числе нести и ответственность за пополнение коллекции. И вот уже четверть века художники поддерживают музей самостоятельно, традиционными актами дарения в канун Международного дня музеев. Работы Леонида Ванденко хранятся в разных коллекциях по всему миру. Сам мастер считает, что Одесса будет вдохновлять еще не одно поколение живописцев. Свою работу, переданную музею, назвал просто «Город у Черного моря». Само название, само название, изображение говорит о том, что это лицо города, это визитная карточка, визитная карточка в образе нашего преславленного оперного театра. Вот узнаваемо везде и всюду. Ну, кроме того, добрый порыв, добрый порыв и отношение к нему, как не выразить, то, чем мы живем. Наряду с живописью мэтры дарили галереи циклы интереснейшей графики и несколько концептуальных скульптур. Николай Конюхов, Юрий Шинкаренко, Телеканал Круг.